Войной перелом, вот эти осколки остались, да, и она остановилась вот на этом зубе, поле. То есть она его выбила и здесь же осталась во рту, а я ее вместе с зубами выплюнула потом. Капитан полиции Екатерина Полевода профессионально спокойно рассказывает о полученном тяжелом ранении. В тот день после стрельб она сдавала в оружейной комнате два боекомплекта, свой и коллеги Юлии Андреевой, которая попросила об услуге. Пистолет Екатерины без патронов дежурный Андрей Илющенко принял первым. Оружие Юлия в его руках выстрелило. Пуля рикошетом вошла Катя в правую щеку. Если дежурный берет на себя такую ответственность, что он сказал, что он примет, то он должен был все проверить. Это он должен был давать себе отчет в том, что это не мой пистолет, я его только спустила вниз и все. Сейчас на лице красивой молодой женщины шрам почти незаметен. Постарались врачи. Челюсть собирали по кусочкам. Два месяца в больницах, тяжелейшие перевязки и питание через назогастральный зонт. Как все-таки больно, неприятно, морально это так опускает человека на самом деле. Когда ты работаешь в отделе полиции с людьми, не с животными, от которых ждешь поддержки, работаешь плечом к плечу. Вы одна команда, вы работаете заодно. Здесь тишина, просто вот глухая тишина. Никто из отдела полиции Фрязина даже не позвонил, никто даже не приехал. Помогали немногочисленные друзья и коллеги по службе. Дома двое детей, 11 и 12 лет. Муж Екатерины, замначальника ОВД Щелкова полковник Роман Рудницкий, буквально ночевал в больничном коридоре. Выхаживал Катю. Заниматься расследованием было некогда. Я еще раз говорю, господам из прокуратуры, меня поражает, где же их надзор. Вот меня поражает, понимаете, 6 месяцев. Никто, повторюсь в своих словах, никто не говорит о конкретном, например, сейчас конкретнике, да? Почему вы по факту не возбудите? Неожиданно виноватой в произошедшем назначили Катю. Первая служебная проверка Следственного комитета показала, что капитан Поливода стреляла в себя сама из собственного оружия. Из разговора со следователем сразу после выписки из больницы Екатерина узнала, что ее коллеги по отделу единодушно это подтвердили. А баллистическая экспертиза показала, из пистолета Кати стреляли. Позднее подполковник полиции в отставке Альберт Хабчаев, единственный не согласившийся на сговор, рассказал, что к фальсификации причастен замначальника Щелковского управления полиции Владимир Катков. Катков мне дал указание вытащить из оружейной комнаты пистолет Поливода. Я думал, это необходимо для того, чтобы передать ПМ комиссии с главка. Но Катков с пистолетом зашел за угол, где нет видеокамер, засунул оружие в пакет и выстрелил. Потом вернул мне оружие Поливода и велел положить обратно, а гильзу достал из пакета и пристроил на окошко. Обо всех этих манипуляциях я позднее рассказал следователю Следственного комитета. Первую служебную проверку отменили. Результатом второй проверки, которую провело Управление собственной безопасности, стало заключение о том, что роковой выстрел произвела не Екатерина. Тем не менее, 9 марта, когда инспектор вернулась на работу, приказом начальника Щелковского управления полиции Дмитрия Рябова ее предупредили о неполном служебном соответствии. Полковника полиции Романа Рудницкого, мужа Кати, уволили в одну ночь. Просто отменили решение о продлении его срока службы в полиции. Если люди позволяют себе это делать с полковниками, то можно себе представить, что они могут делать это со всеми простыми солдатами. А ведь мы просто солдаты. Просто солдаты. Роман теперь называет себя гражданским человеком. Говорит, что мог бы еще послужить родине, но в такой полиции он работать не будет. Вместе с женой готов идти до конца. Екатерине еще предстоят сложные протезирования и реабилитация. Она продолжает работать в том же отделе полиции во Фрязино. С коллегами ведет себя осторожно. Говорит, приходится перестраховываться. Но увольняться не собирается, пока не добьются правды. Редактор субтитров А.Семкин